добрый день друзья мы с вами опять собрались на площадке бибинара я приветствую вас и давайте посмотрим а уже вот спасибо владимир вы уже мне показали что меня слышно как другим но увидите тамара дмитрий всем слышно отлично будем надеяться что система работает нормально не слишком ли громко нет отлично тогда давайте обозначимся нормально так спасибо давайте тогда обозначимся таким образом что о чем мы сегодня будем с вами говорить я бы я бы хотел сегодня с вами поговорить на следующий о следующих вещах это финансовый кризис возможности его влияния на всю нашу деятельность 2 это дисконт и смена дисконта какие возможные варианты давайте немножко по прогнозируем то что может вообще произойти немножко порассуждаем порассуждаем так в одном направлении я буду говорить а вы диалог продолжайте вернее вы поддержите свой диалог с той стороны экрана внутри потому что у нас тут не очень удобно общение в этом плане но тем не менее кое-какие знаки вы можете подавать я сегодня работаю вместе с алексеем дьяковым он у нас присутствует сегодня здесь не помогает ассистирует так вот и поэтому он тоже будет следить тут за вашими возможными там какими-то реакциями которые вы будете писать чате теперь давайте поговорим о следующем значит и в основе возможный исследующее это был бы возможный приход супер инвесторов о которых сейчас достаточно активно уже говорят вы естественно бываете на других вебинарах я знаю о чем говорит я так подслушиваю иногда о чем коллеги говорят мы тут делимся сами в чатах между собой общаемся поэтому это все актуально от этого зависит во первых наше личное здоровье здоровье наших кошельков и ну что тут греха таить и благополучие процветания наших наш самих и наших близких поэтому вот в этом плане мы сегодня и по работы я значит зачитаю вам очень интересно такой как бы притчу что ли даже не притча последовательность логическая последовательность я рекомендую она как бы как водной частью будет являться сегодняшней нашей работы это невозможно сказала причина это безрассудство ответил рассудок в разговор вмешалась а гордость это бесполезно определила она попробую шепнула мечта попробую шепнула мечта и и в конце концов подумала мудрость и сказала должно быть получится вот примерно в таком в таком контексте находимся и мы с вами все эти вопросы все и причина и рассудок и гордость и мечта то есть все это это невозможно это безрассудство это идиотизм я извиняюсь это бесполезно мы думаем попробуем должно быть получится и она действительно получится ведь вопрос то в том насколько мы активно сами включаемся активность по-разному проявляется одна активность это человек послушал переварил то о чем масло там или еще кто-то говорит о чем говорят коллеги или же ну что тут соратники в принципе мы с вами где-то являемся участниками так называемого добровольческого движения это почти что народный фронт всего мира который стремится сделать мир мир лучше через внедрение вот этой технологии транспорта нового поколения технологии Анатолия Эдуардовича Ивеницкого она и будет скорее всего так называться хотя он не любит когда его имя в суе используется технология скайвей вот и поэтому это очень важно теперь давайте начнем с того же самого а еще смотрите здесь значит я не случайно открыл экотехнопарк и последний ролик который вы слышали кто захватили его это трехминутный ролик который нам Алексей поставил это про экотехнопарк и что он из себя представляет лучше чем сказал Анатолий Эдуардович не сказать но тем не менее значит и вообще инвестиции Евразин Рейлс Кавейс Системс Холдинга смотрите я сейчас открою открою вам один слайд который мы пользуемся с вами да фактически мы работаем с вами в пространстве где наши инвестиции за это нам воздается возможностью воспользоваться и приобрести в конечном итоге акции вот этой Евразин Рейлс Кавейс Системс Холдинга через Скайвей Кэпитал всего здесь в банке данных или в акционерном капитале правильный так сказать на акции на 60 миллиардов долларов это 15 процентов от всего что существует в группе компаний Скайвейс от 400 условно говоря там чуть больше 400 и здесь миллиардов и здесь чуть больше 60 миллиардов мы сейчас суть не в самих конкретных цифрах а в порядке какими цифрами мы как бы ну оперируем вот и поэтому значит это те акции которые мы мы оперируем практически отсюда нам воздается условно говоря последнее время в чате целевых проектов развернулась большая такая как бы дискуссия ну небольшая такая оживленная скажем так беседа на тему а сколько же наши акции стоят а стоят ли они вообще чего-то нашли ролики значит хорошие специалисты которые у нас следят за тем что где происходит сразу же нарыли там и выступление Андрея Хавратова многоуважаемого и его там скажем разъяснения поймите правильно ведь мое мнение Андрей Хавратов он взял возможный вариант как специалист ну фондовой биржи будем так говорить как специалист инвестирования но он специалист инвестирования в ценные бумаги и и так далее то есть так называемые инвестиционные проекты у нас же с вами проект с одной стороны он инвестиционный но с другой стороны он производственный или за ним стоит конкретная как бы реализация в имуществе и этим имуществом является с одной стороны или одним из них это экотехнопарк возможно и проекты сегодня мы туда не инвестируем но разработано и кб имеет продукт это строительство оград и она делает их делает в первую очередь вокруг технопарка ограду по струнной технологии и готовы его реализовать но это же все реализуется когда она будет реализоваться это все доход в общую копилку производства различные которые будут осуществляться для того во-первых запустить экотехнопарк о котором мы говорили во-вторых это возможны другие оснащения других адресных или так называемых ну да адресных проектов строительства транспортных структур начиная от России и заканчивая той же Австралии неважно Англии Ирландии Шотландии Эстонии Финляндии странами Скандинавии где угодно вот и поэтому это производство оно будет подниматься целую часть большую часть производства естественно головная компания и вот эта головная компания видите да и вместе с ней вот эти акции то есть это Евразия Рейлс Кавей Системс Холдинг поймите правильно это держатель акций все всю деятельность осуществляют другие в какой-то степени да и таким образом получается что производство будет осуществляться я приведу вам просто такой пример из моей вот конкретной практики значит как вы уже неоднократно вероятно слышали я вошел вообще в этот проект через производственную составляющую то есть я первым делом увидел то что при развитии я доверил тем экспертам которые оценили что технология прорывная инновационная и это показало заключение с одной стороны как первое такое мощное признание официальных кругов это признание экспертного совета Министерства транспорта России вот что это действительно я не ошибся и вы дорогие друзья которые мы все вместе мы не ошиблись что мы положили то есть мы поставили на эту технологию условно говоря да и реально вот а с другой стороны мы абсолютно как бы идем в этом в этом ключе сейчас и вот я увидев что эта технология инновативно инновационно извиняюсь то я увидел что здесь будет очень много работы металлопредприятиям выпускающим металлоконструкции но с другой стороны эти предприятия должны соответствовать требованиям которые предъявляются к производителю этих металлоконструкций это значит целый ряд сертификатов на сварку там покраску обработку поверхности и так далее и так далее там масса разных условий приехав к Анатолию Эдуардовичу в один из разов вот недавно я ему рассказываю что есть возможность отработать все эти требования в моей примитивном значит или в моем простом понимании что ну казалось бы что тут сложно металлоконструкции Анатолий Эдуардович насторожился и говорит вы знаете Владимир Маркович что это дело мы навряд ли кому-то отдадим я не понял думаю почему металлоконструкции казалось бы а в его представлении металлоконструкции это уже так называемая структура металлоконструкции путевой металлоконструкции вместе с рельсом а рельс это тонкое дело и вот поэтому они не разъемные когда мы побеседовали он сказал да в принципе что-то есть ведь я же говорю ну как вы сейчас вы сейчас же будете делать вам эта компания которую вы нашли выбрали по качеству я как-то ролик запускал когда там ходила делегация или представители струнных технологий за струнных технологий ходила ВДГ или ВДС это международное предприятие есть в Беларуси которое выпускает рекламные и различные рекламные конструкции для бензозаправочных по Беларуси это является дочерним предприятием международного небольшого концерна вот они же будут вам делать он говорит да но рельс будет делать сами и вот тут встает вопрос как это дальше делать и не вдаваясь в подробности просто я хотел сказать производство это отдельно теперь вы сегодня здесь услышали что гумус гумус тоже является продуктом причем продуктом мощным и это не будет не кто-то где-то опять таки компания из группы скайвей теперь дома дома на линейные города и так далее и в конце концов мотор колесо ведь выпускать мотор колесо сегодня только для потребности экотехнопарка первых заказов это значит что создать предприятие условно говоря там ну я не знаю там на миллион единиц или на миллион мотор колес вот такой комплект уже сегодня создать и начать выпуск и начать и начали выпускать там по сто по тысяче только это очень расходно и это будет неэффективно поэтому сегодня уже можно начинать и создавать и продавать оказывается мотор колесо и это тоже очень хороший бизнес то есть эти проекты идут но как только мы начинаем говорить о таких локальных проектах то уже за дверью стоят и стучатся и уже ведутся переговоры с крупными инвесторами которые очень сильно хотят потеснить наши ряды поэтому это весь такой процесс очень важный и его надо учитывать теперь давайте вернемся обратно к тому чем я вас пугнул в самом начале я сейчас картинку уберу так владимир вы не жалеете нас кто покупал в длинную понимаешь что только после да я вас не жалею дорогие друзья юрий нет нет а не первых этапов конечно естественно это хорошо что вы понимаете это меня радует что тут собрались не люди в голубых очках понимаете или в розовых очках пардон в хорошем смысле этого слова значит смотрите значит здесь мы сейчас с вами посмотрим следующую вещь давайте поговорим немножко о стратегии и об возможных кризисных явлениях я повторюсь какой-то степени но это так называемая разминка перед тренировкой я просто повторю кто уже были знают что есть стратегии которые мы придерживались из года в год наши предки все придерживались откладываю накапливаю и создаю сумму денег каких-то там евро в долларах рублях я не знаю там тугриках каких-то даже вплоть до того что даже в золотых кусках или золотых монетах кто-то и так делает да кто-то землю скупает создаю сумму или какое-то имущество но совсем другой подход я не буду сейчас распространяться на эту тему совсем другой подход когда я рассчитываю инвестирую это то о чем вот Юрий говорит что значит кто-то может быть где-то слишком перебрал и много инвестировал и теперь чешет затылок надо рассчитывать инвестировать но такой подход является элементом другой стратегии то есть я начинаю это делать только тогда когда у меня появилось желание я четко намерился это делать поставил цель что тут может быть целью целью может быть создание так называемого постоянного или пассивного дохода и создаю пассивный доход это цель в евро в долларах неважно и начинаю плане планомерно действовать ежемесячно там или по программно или как-то там начинаю сам инвестировать это чисто так как бы моя деятельность начинаю привлекать тех кого я хочу тоже в общем-то ознакомить с этим делом это тоже работает в мою пользу есть люди вот у меня есть скажем партнеры знакомые которые радуются говорят владимир не мог бы поверить что практически я весь свой свою рассрочку сейчас оплачу и благодаря тому что я привлёк там пять шесть человек всего-то казалось бы да и я практически всю свою рассрочку оплачу и даже подумал о том что надо бы еще один пакет взять я говорю ты не о пакете думай а думай о том как доплатить сейчас этот пакет и продлить его с таким дисконт о говорит правильно это хорошая идея побежал быстро думать и рассчитывать понимаете это тоже очень важно это учитывать и таким образом мы меняем стратегию но вопрос то в том что нам еще повезло с вами ведь нет худа без добра и добра без худа худа то что кризис все кричат уже начиная с 2008 года что грядет глобальный кризис он не грядет он уже давно начался друзья развал советского союза это тоже элемент одного большого кризиса то есть мировое сообщество вступив в уйдя из эпохи эпохи индустриализации крупной масштабной да пройдя через интернетизацию то есть через геометрической продукции геометрической прод значит прогрессии растет возможность обработки информации не совсем соответствуют технические средства которые сейчас используются в интернете и так далее вот и поэтому сейчас мир глобализировался но мы не можем передвигаться мы не можем передвигать материальные ресурсы деньги зашли то есть практически какую сферу жизни мы не взяли начиная от образования и заканчивая я не знаю там тем же самым отдыхом да все сферы нашей жизни находятся в кризисе и самое главное что кровь всех действий это финансовые ресурсы изначально когда было взято направление на то что деньги являются товаром становятся товаром да то есть торгуют деньгами как только начали торговать деньгами это был первый звонок когда ждите друзья большого кризиса и вот он сейчас грядет 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 топчется ходит по кругу и мы в преддверии начнутся скорее всего ближайшее время я вас не пугаю я просто предполагаю или же будет конкретный большой обвал или будет серия маленьких скажем ужастиков когда будет происходить просто сериями происходить различные девальвации в разных странах потому что сейчас так называемые сообщества вот в евросоюзе например в целом ряде стран уже начиная с греции могли бы быть глобальные кризисы девальвироваться там чуть ли не на сто процентов вся валюта этой страны слава богу перешли на евро да набрали долгов ну вроде как бы девальвировать евро было рано но пардон это тоже накапливается и поэтому и доллар и евро за этим стоит большое массовое перепроизводство так называемых денежных знаков раз стоит перепроизводство значит когда-то где-то что-то должно треснуть вот а мы когда с вами один доллар отрываем неважно там рублях это мы делаем мы говорим сейчас о долларе и получаем акции на 300 долларов за этим стоят реальные ценности и вот об этом мы сегодня немножко поговорим что за ценности за этим стоят и теперь смотрите происходит девальвация то есть один доллар мы отдали получили на 290 300 долларов они как были так и есть 300 долларов у нас акции не доллары а акции на 300 долларов но они у нас есть теперь предположим что происходит девальвация на 20-50 процентов не важно сколько я прошлый раз рассказывал кто слушал как я был свидетелем девальвации финской марки в начале 90-х годов вот а здесь смотрите 20 процентов значит что вместо 300 долларов которые по этой стратегии кто-то куда-то отложил или у кого-то в банке находится стало 240 это при 20 процентах при 50 процентах это уже 150 долларов пардон стоимость товаров меняется иначе она не в такой логике меняется она будет сильно как бы отставать то есть товар как стоил там допустим 100 долларов он так и остался 100 долларов навряд ли я еще не видел за свою историю ни разу когда товары бы удешевлялись разве что бывают такие ужастики когда некуда их деть и какие-то специальные дни устраиваются а так чтобы кто-то тотально начал бы после того когда девальвировалась на 50 процентов то навряд ли товары будут наполовину дешевле нет сумма кредитов вообще не изменится была у мари петровны кредит или его сына петра значит или василия кредит на 100 тысяч он так и останется на 100 тысяч долларов только теперь надо будет отдавать его совсем из другого как бы объема денег которые образовались то есть это очень опасно но если у нее остались акции то это совсем другое дело на 300 долларов они естественно тоже примут какое-то несколько другое как бы оценку отреагирует рынок на это но 300 долларов останется 300 долларами в виде акций как таковых я извиняюсь так что у нас тут есть владимир а все есть да что у нас там нет пока никто ничего не говорит нет все идем дальше таким образом я сейчас выключу видео потому что я чувствую что тут у меня начала плыть интернет чтобы мы с вами не попрощались бы смотрите я сделал еще такую вещь что я попробовал рассчитать так и таким образом получил такой расчет вот давайте следите за моей мыслью возьмем давайте разберем сейчас экотехнопарк его проектная стоимость 300 миллионов проектная стоимость по бизнес-плану сейчас готовится уточнение этапов строительства помните да 15 этапов идет сверка уточнение и четко будет сказано мы находимся в шестом этапе чем он характеризуется каковы сроки и когда мы перейдем седьмой этап ближайшее время по всей вероятности не в точно не в апреле месяце это будет какой-то период в течение какого-то там ну допустим месяца переход да вот мы все об этом узнаем на экотехнопарк извиняюсь на фест на экофесте в минске или в мариной горке там специалисты будут об этом говорить и мы об этом поговорим и во второй день когда будет конференция капитала вот но 300 тысяч или 300 миллионов это есть себестоимость и давайте теперь предположим что мы у нас ничего другого нет есть вот эти акции которые вам показывал 60 миллиардов да и надо собрать инвестиции четко на 300 миллионов знаем что себестоимость реально будет меньше но пока мы просто догадываемся зная что хороший специалисты хороший кб у нас много инноваций различных придумано они точно что-то придумают что фактически понадобится меньше но это мы пока предполагаем чтобы эту сумму собрать 300 миллионов да инвестиции допустим инвестиции да допустим сколько нужно акций той же самой евразиан релс кавейс системс холдинга который вам показывал ну возьмем например какой-то дисконт у нас же дисконт знаете да от 600 и ниже многие пользуются дисконтом 600 я сейчас хочу вам как бы немножко приоткрыть насколько важно сейчас этим делом воспользоваться при возможности конечно возьмем дисконт ладно 1 к 100 это значит что чтобы нам получить 300 миллионов долларов на строительство или на скажем тот же самый экотехнопарк нам нужно будет продать да что ж там такое нам нужно будет продать акций на 30 миллиардов понятно да 1 к 100 на 30 миллиардов то есть практически половину акционерного капитала инвестировали 300 миллионов с дисконтом 100 средний дисконт 30 миллиардов а у нас 60 миллиардов если взять это распределение я не буду сейчас вам забивать головы там 1 к 600 1 к 300 1 к 100 1 к 50 1 к 10 это вы можете потренироваться сами вот а например мы собрали всего предположим собрали 270 миллионов предположим мы собрали разные дисконты были вот и мы собрали не 300 а 270 миллионов предполагая что можно дешевле построить а собрали 270 то тогда мы можем сказать что на эти 300 300 миллиардов акций мы их продали или они как бы у нас реализованы по среднему дисконту 55 то есть мы продали вот собрав вот эти 270 миллионов мы по среднему дисконту 55 то фактически мы продали на 14 из 30 продали на 14 миллиардов 850 миллионов долларов то есть у нас в запасе осталось еще значит там достаточно много сколько у нас осталось давайте вычтем от 60 миллиардов отнимем 14 850 14 миллиарда 850 то у нас осталось еще там достаточно много то есть 45 миллиардов 150 миллионов акций у нас осталось но скажем продумаем такую еще вещь что что с этим дальше делать у нас у нас осталось 45 на 40 то есть 14 мы продали теперь смотрите с этими 14 миллиардами что какое имущество за этим стоит акции это не имущество мы говорили что материализуется те те ноу-хау которые разработаны те технологии они материализуются через конкретные объекты теперь предположим опять таки предположим что стоимость которую за которую мы построили экотехнопарк себестоимость скажем так правильно но это не совсем правильно но так то есть помните мы собрали 270 миллионов построили за 270 там еще какое-то например строительство какого-то предприятия пошло уже да вот и на затраты на экотехнопарк поскольку мы по экотехнопарку говорим ушло 200 миллионов тогда предположим что оценочная стоимость она примерно такая и будет оценочная стоимость экотехнопарка как только будет он построен и издан в эксплуатацию будет 1 миллиард 200 миллионов кто-то спросит а с какого это самое пардон он такая стоимость будет это как с домом я уже один раз приводил такой пример по аналогии примерно идет сравнение с возможными аналогичным объектами хотя аналогичных нет но есть другие объекты и действующий таким образом объект его можно оценить и это КБ уже бизнес плане делала так называемый прогноз это прогнозируемо сравнительная оценка это миллион двести там даже больше было миллион триста пятьдесят тысяч условно говоря вот это в шесть раз как бы капитализировалась уже здесь шесть раз это капитализация в шесть раз выше той стоимости которую мы затратили сюда но суть не в этом за этим стоит значит за это можно сказать так что за теми 14 миллиардами 850 миллионами акций которые мы затратили на то чтобы собрать двести семьдесят миллионов долларов на строительство Экотехнопарка стоит имущество миллион двести тысяч миллион то есть один миллиард двести миллионов долларов это так называемая оценочная стоимость Экотехнопарка и вот теперь давайте посмотрим что у нас значит происходит осталось у нас 40 акций на 45 миллиардов 150 миллионов и теперь предположим что эти акции будут проданы один к одному то есть построили Экотехнопарк и все остальное ушло просто один к одному инвесторы согласились на рынке это все было так и получили 45 миллиардов 150 миллионов что нас в этой цифре сегодня интересует на мой взгляд на мой взгляд нас интересует сколько с этих денег которые получены за продажу вот тех акций это же опять таки наше акционерное общество продало вот оно здесь смотрите это вот это акционерное общество которое я вам показывал вот оно здесь вот это акционерное общество этих акций вот эти 45 миллионов которые остались у нас после реализации Экотехнопарка его как бы доведение и предположим что эти деньги инвестировались не предположим они инвестируются в другие какие-то проекты и всего прибыльность 10 процентов 10 процентов это 4 миллиарда 515 миллионов долларов и давайте посчитаем тогда кто следит за ходом моей мысли что получив такую прибыль только вот на этом примере то сколько придется на одну акцию из всего количества которое у нас вот эти 60 миллиардов здесь в этом акционерном обществе есть есть акционеры какие-то в том числе и мы у кого вот эти 60 миллиардов акций и теперь здесь образовалась прибыль с которую надо делить то есть прибыль остатка который мы за 45 миллиардов продажи один к одному получили получили значит инвестировали и оттуда 10 процентов получили дохода и прибыли это 4 миллиарда 515 миллионов 4 миллиарда 515 миллионов если это разделить на 60 миллиардов то есть сколько придется на одну акцию понятно да ну доходов или прибыли правильно и так даже сказать это получится 0,075 доллара но это мне цифра ни о чем и вам вероятно не говорит да но это на одну акцию а теперь предположим я сижу и у меня акции 100 тысяч я умножаю это на 100 тысяч у меня получается что совсем неплохо друзья я получил в этом году когда это реализовалось дивидендов на 7525 долларов за тот год всего со 100 тысяч акций я разделяю это все на 12 месяцев 7 тысяч 7 тысяч ой 7 тысяч 525 делю на 12 и получаю я 627 долларов ежемесячно могу рассчитывать то есть вы теперь видите да что рассчитывая таким образом я получил пассивный доход и моя стратегия сработала я получил пассивный доход это не не так уж и невероятно здесь я не замудрил ваши мозги слишком сильно и свои в том числе и мы на этом примере могли сейчас с вами проследить ту логику что что происходит именно вот в рамках одного только экотехнопарка с проекцией вот на эти на 60 миллиардов акций поэтому смотрите скажем так что сейчас естественно компания и группа компаний она стремится к привлечению крупных инвестиций чтобы этот проект пошел здесь это с одной стороны нам это опасно почему мы перестаем как бы получать возможность или скажем усыхается возможность получения по выгодным условиям акций но поверьте мне при таком доходе даже если мы будем один к одному покупать да эти акции а что а посмотрите что происходит на биржах один к одному номинальная стоимость один доллар условно говоря а покупает по 10 долларов по 15 долларов за акцию покупает целые пакеты пакеты иногда бывают дешевле и так далее то есть начинается уже даже это выгодно потому что вот только пример на 100 тысячах акций показал что выгодно покупать то есть я если я куплю еще 100 тысяч акций заплачу уже 100 тысяч то у меня даже предположим я один к одному их купил вторую 100 тысяч да один к одному 100 тысяч заплатил вот было у меня долларов кто-то там какое-то наследство мне дал и купил но эти 100 тысяч затраченных получая хотя бы даже вот этот доход семь семь тысяч пятьсот двадцать пять семь тысяч пятьсот двадцать пять я достаточно быстро там ну десять тринадцать лет чуть больше десяти лет значит это если ничего не будет меняться а все будет меняться пакет очень эффективный я думаю за три пять лет я уже условно говоря отобью как говорят некоторые инвесторы отобью эту инвестицию а остальное это будет мне все время работать как бы на мой доход на рост моего дохода таким образом это еще раз подтверждает состоятельность и сменение смены стратегии к чему я вас друзья и призываю таким образом таким образом хочу еще значит вам сказать следующее что что дальше у нас это финансовый кризис дисконт и смена дисконта давайте перейдем сюда или здесь есть вопросы так сейчас но надо поощрение заложить но надо да ну да надо привет всем привет следим так четыре пятьсот ноль ши нет 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 не около ноль шестьдесят семь я не знаю о чем там речь идет но не важно ладно тут идет какая-то переписка живая в чате пока не буду сюда сосредотачиваться будут вопросы еще послушайте потом вот давайте о дисконте поговорим и сменят дисконта значит я уже заикнулся что очень это с одной стороны и стремно что дисконт будет меняться с другой стороны это реальный процесс это о чем говорит это говорит о том что мы не на месте топчемся мы идем вперед поэтому здесь не надо выскакивать из тех из тех одежек в которых мы находимся и рвать как говорят некоторые пуп на себе вот обязательно там вот 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 сегодня вот 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 подешевле прихватить что-то да такую логику не надо людей не призывайте к этому потому что это наказывается да я прям открытым текстом говорю что не следует так делать чтобы не попасть не дай бог органы значит которые финансовые надзора проследят что кто-то там Иван Иванович Иванов всех где-то там в интернете или неважно где на каком-то собрании призывает что вот смотрите показывает красивую картину как дивиденды растут призывает что все пошли покупать акции мы не покупаем акции мы инвестируем и воспользуемся возможностью значит залог превратить в свою пользу и в свое владение его как бы обернуть в свое владение стать не дожидаясь периода завершения проекта это возможность у нас есть и мы этим воспользуемся и таким образом что есть прогноз который может сработать есть достаточно такие не надо каких-то радужных мощных там десяти пятидесяти это время все покажет как пойдет капитализация правильно как кто-то здесь в чате написал что не жалейте нас я не жалею вас я просто несколько за свою жизнь тоже неоднократно как бы имел возможность строить красивые а надо быть всегда красивое будущее но надо быть реалистичными и поэтому стабильные показатели капитализации от трех до пяти лет это такой как бы первый как бы первая волна сам это сладко начинается с семи восьми лет и уже с десяти лет вот там уже начинаются сливки шоколад и так далее поэтому к этому надо быть готовым процесс который сейчас идет реализация этих этапов подтверждает подтверждение тому и поэтому смена дисконта мы подстраиваем свою логику свои как бы свою стратегию идем дальше по возможности до тех пор пока мы считаем что это выгодно и таким образом смена дисконта произойдет я могу вам сказать что будет достаточно серьезная смена дисконта давайте не будем прогнозировать какая но на мой взгляд вот расчет показывает я делал тут на коленке на свои расчет я думаю так что если у нас останется дискон там такой хороший дисконт то скажем мы будем долго молиться на те пакеты которые мы с вами в декабре купили долго будем молиться на них и будем их возобновлять чтобы сохранить так называемый динамику наших инвестиций вот но дисконт будет там наполовину неважно там реальный такой ближайшее время до конца года дисконт может скатиться до 1 к 5 в лучшем случае до 1 к 5 до конца года вполне возможно может еще раньше рухнуть придет потому что весь вся химия в том что вы понимаете мы как бы стоим за так называемой юницкой стеной анатолия дурачи юницкого который непоколебимо стоит на том что проект надо жить он должен жить иначе бы уже давно он бы был на багамах как говорится и имел счет в швейцарском банке понимаете этих предложений масса уже есть уже сегодня понимаете я думаю что я не сильно здесь я знаю как мир инвестиций именно в такие проекты или в аналогичные проекты по по хилее помельче живет зачастую в девяти случаев девяти с половиной случаев из десяти люди как бы думают а много мне надо но анатолий дурачи юницкий не такой человек понимаете и нам с вами в этом сильно повезло дай бог ему здоровья как говорится реально вот таким образом с дисконтом и сменой дисконта надо быть готовым к этому это реальность которая нас ждет вот и она зависит еще и от того как идут процессы переговоров с инвесторами теперь возможный приход супер инвесторов а вы знаете это зависит от нас с вами друзья вот я вам приведу один пример не буду называть этот проект с которым мы сейчас работаем головная компания и вот евразин рейска весь холдинг и первую очередь GTI и ЗАО струнные технологии заинтересованы в этом проекте этот проект тоже показывает инвестор говорит я на это производство готов положить почти что половину реально своих денег мы спрашиваем а что ты еще туда положишь он говорит ну могу значит помещения современнейшие я уже построил я не буду это вкладом считать а я просто их как бы вот в проект вожу там аренду мне проект будет платить и так далее и так далее понимаете вот целое там идет на несколько два три четыре миллиона потому что есть и другие проекты но я говорю реальные за которые я сам знаю вот и таким образом с инвестором непростой разговор он говорит а я половину хочу иметь как минимум а то и 51 процент и вот начинается разговор а что а куда и мы приходим с вами к тому что что смотрите схема которой мы уже с вами пользовались начинается и мы пришли к выводу что надо создавать фирму инициирующий адресный проект здесь никого другого нет есть инициаторы организаторы и есть зао струнные технологии 10 на 90 создают фирму инициирующий адресный проект и тут начинаются переговоры сколько фирма инвестора будет иметь и сколько будет здесь я так думаю что в любом случае здесь будет больше 50 процентов здесь будет меньше 50 процентов и в этой фирме которая будет управлять этим проектом с одной стороны инвестор заинтересован что проект работал у него пойдет доход с тех площадей которые он имеет он получит акции то есть получит базу для своего пассивного дохода а с другой стороны появляется зао струнные технологии становится здесь заказчиком и получает свой проект адресный который начинает работать на что он начинает работать он начинает работать друзья на тот же самую вот на эти акции капитализировать эти акции и таким образом идет накопление то есть то что мы с вами считали смотрели всего лишь 10 процентов всего лишь с продажи только оставшиеся части после экотехнопарка позволит нам человеку Иван Иванович Иванову у кого 100 тысяч акций на 100 тысяч долларов условно говоря а инвестировал вы знаете сколько он 300 там есть 1 к 300 чуть меньше 300 долларов получать порядка 7 с половиной тысяч долларов в год пассивного дохода то есть это пример отсюда можно уже импровизировать смотреть как это может работать в любом другом случае вот поэтому возможный приход супер инвесторов он как бы и хорош и непростой процесс поэтому бывает как говорится и на старуху проруха может прийти абсолютно адекватный нормальный уже современный инвестор потому что та логика которая сейчас слегка так не вдаваясь в подробности вам сказал инвестор который не сильно там готов был подвинуться но понял что надо подвигаться или начал понимать по крайней мере так что в будущем начинают уже готовы зреют инвесторы которые видят что перспектива впереди не в торгах сейчас в начале что дай мне больше кусок вот и тогда посмотрим а они начинают смотреть начнут смотреть перспективу им важно быть любым куском любой частью в этом проекте а самым лучшим индикатором ведь понимаете тут идет такой процесс что а что а как а как у них пойдет этот процесс связан еще с так называемым подготовкой и введением внутренней электронной биржи скорее всего как я уже и говорил наверное вам что это будет воспользуемся или скажем группа компаний головная компания rsv systems и капитал воспользуется площадкой уже разработанной электронного электронной внутренней бирже вот мы ее опробуем сами вот у себя здесь между собой внутри нынешних так называемых владельцев акций которые стали владельцами акций евразийска рейлс к вейсистемс холдинга да вот рекомендую не сильно здесь бузить вот а так попробовать посмотреть там время покажет да вот и таким образом это будет индикатором для будущих и крупных инвесторов хотя они в принципе и смотрят уже сейчас умеют оценку производить и оценивать то что фактически стоит за этой технологией и за конкретными проектами поэтому инвесторы топчутся вокруг всех последующих дополнительных проектов какой-то части экотехнопарка и вот об этом обо всем идет речь вот и от этого естественно очень много зависит в будущем от всей нашей деятельности и теперь на конец сейчас есть вопросы уже озвучили я лично слышала а так казахстан конечно даже взять с ноября насколько снизится дисконт но друзья что тут прогнозировать насколько снизится с ноября дисконт я вам сказал что ниже ниже одного один к одному он не снизится а может быть еще и ниже упадет бог его знает бог его знает то есть не ниже то есть мысли не не в плюс а в минус пойдет по отношению к дисконту то есть акцию за 1 доллар будем покупать за 2 я вам уже говорил за даже может быть за 10 долларов будет выгодно купить понимаете все возможно поэтому пошутив я вам говорю кончайте значит это самое рассуждать взвесьте свои возможности и действуйте разумно я слышала правильно что вы слышали это хорошо так стратегия есть так skyway я хочу на закуску немножко остановиться с вами да за 100 тоже будет Елена вы правы и за 100 будет выгодно купить так как сейчас например акции того же самого за апельса только не всем возможно их купить потому что они продаются большими пакетами и так далее значит ознакомительная справка мы с вами вообще-то собрались по поводу адресных проектов практика показывает я не потому что это родилось тут скажем с моей подачи вот эта справка просто как шаблонный вариант хочу еще ознакомить вас что то с чем мы идем к возможным инвесторам да ведь это ж наш бизнес смотрите почему это наш бизнес это наш бизнес мы перешли на стратегию инвестирования да мы перешли на стратегию получения пассивного дохода это тоже пассивно то есть мы видим себя вот в этом ящичке видите да инициаторы организаторы мы с вами говорили как это сделать да соответствующие соглашения и прочие дела но туда и до этого момента еще когда мы будем делать соглашение нужно дожить и поэтому надо пройти ознакомить неважно кого то ли это власти то ли это предприятие которое как я уже говорил выпускает я не знаю там добывает нам может быть какие-то полезные искупаемые ископаемые или руду какую-то или еще что-то вот это существенная или основная или особенность уникальность и признаки вот этой новой технологии коротко краткий перечень решаемых проблем не распространяться не засорять мозги человека который которому вы идете или к которому вы уже пришли во-первых рекомендуется в девяти с половиной случаев из десяти рекомендуется заранее отослать вот эту справку пускай он посмотрит скривиться прийти иметь в руках две штуки одну дать ему если это он один если их трое троим дать взять одну себе сказать уважаемые коллеги уважаемые присутствующие там или неважно кто там по именам вот три пять минут давайте прочитали дальше начинаем беседовать то есть дать им снова возобновить у себя в памяти все что здесь написано что они прочитали или не прочитали это уже пускай на их совести лежит и тогда только приступить к этому пройтись еще раз здесь и уже дать свой комментарий показать какие-то видео может быть один ролик больше не надо один-два ролика причем короткие может быть показать если у вас есть какой-то наглядный материал в виде журналов или извиняюсь буклетов вот конкретные преимущества возможная схема подхода к применению и предполагаемые результаты очень важно важная часть иначе мы как бы выстрелим в холостую воробьи взлетели улетели а куда они сели неизвестно или вороны взлетели пересели на другие деревья а дальше что вот и таким образом тогда даете очень коротко пользуйтесь перерабатывайте кому-то может быть существенно не то что здесь написано но не распыляйтесь не расползайтесь постарайтесь сохранить вот именно объем не больше потому что специалисты я сверялся с умными людьми они говорят сколько воспринимает чиновник способен воспринять и так далее или любой другой человек я сам был тоже чиновником я сам эксперт я сам условно говоря в разных ролях побывал я это и пропустил через себя тоже составив я пропустил через себя и получилось что это вполне реально воспринимаемо далее идет краткий перечень решаемых проблем четко показываете какие проблемы здесь решаются куда-то я перескочил уже краткий перечень решаемых проблем вот здесь даете там их может быть больше может быть меньше какую-то считаете несущественной значит если там насыпь дорожного полотна несущественно в том месте куда вы идете говорите о чем-то другое приносите сюда если например транспорт полезных ископаемых несущественных ну давайте об этом тогда не говорить что-то другое вынесите какую-то более мелкую группу преимуществ или решаемых проблем и так далее это все можно переработать это не отче наш в церкви понимаете здесь написано это как один возможный набор дальше идем первый и второй шаг как минимум предусмотрите первый и второй шаг не получается второго шага трудно вам угадать скажите про первый шаг что вот давайте что-то делаем какое-то соглашение о сотрудничестве где указывается какая-то проблема или здесь в конце до этого вы прочитали и говорите что давайте обсудим какие проблемы могли быть у вас решены если вы владеете настолько темой чтобы это обсуждать если не владеете тогда просто задайте вопрос дорогие друзья у нас существует скажем так команды которые работают да я вполне уполномочен как бы получить от вас как бы исходную какую-то информацию какие проблемы вы считаете наиболее актуальными и мы подготовим вам предложение что делать дальше но для этого естественно чтобы дальнейшем работать после этого мы с вами подпишем соглашение где будут обозначены все условия и данные как мы будем с вами дальше действовать и дальше иногда задают вопрос а что дальше будет вы говорите а второй шаг это будет создание рабочей группы мы начинаем с вами проработку в рамках и сотрудничество с зао струнные технологии и в конечном итоге вы можете получить или по этому проекту мы можем результаты этих двух шагов вполне реальным является варианты технико-экономического обоснования соответствующий бизнес-план и решение о целесообразности реализации проекта или обоснования этого правильно даже так можно было бы сказать визуализация результатов и технических решений визуализация что это такое это определенные видео извиняюсь может быть даже и видео в зависимости от проекта от его стоимости и от необходимости показать различные аспекты этого проекта для возможных решений делается в определенных случаях делается видеоряд но это скорее всего так называемые значит картинки может быть анимация сделана вполне возможно вы кто следит за вебинарами я вначале показывал ленинградский проект там была хорошая анимация привязана к реальной территории вот вдоль приморского бульвара по-моему или из одного района в другой там трасса прокладывалась очень красиво очень недурно было сделано 2014 по моему году вот исходные условия данные для некоторых заданий по соответствующей части то есть приоткрывается что надо будет научно-исследовательская значит конструкторских разработках сделать и действующий макет фрагмента предполагается моей системы один в десяти иногда это будет очень бывает очень важно в размере там юнибус или юнибайки там будут ездить сколько там надо один два три или один где будут двери закрываться открываться будет смоделирована посадочная какая-то площадка если это транспорт городской если это грузовой транспорт то там будет смоделирована вариант грузового транспорта чтобы было понятно и это естественно работа которую надо проводить вот таким образом друзья мы подошли с вами к завершению нашего часа я с алексеем мы приняли решение что мы постараемся не затягивать больше часа чтобы вас тоже не перегружать сильно да вот спасибо что еще раз пояснили вот пожалуйста на том мы и держимся что мы команды работаем стараемся просто я же понимаю что у вас еще у каждого из вас есть и другие виды деятельности естественно семья любимые девушки у кого семьи еще нет у кого-то там есть юноши люди и так далее жизнь тоже надо жить и готовиться к процветанию если пока не процветаем сильно да вот таким образом если есть вопросы их поставьте сюда да а я тогда сейчас начну потихонечку сворачивать и следующий вебинар у нас будет следующий четверг в 19 часов вот если кто не успел и желает интересы сегодня первое я не говорил о пакетах пакеты вполне нормальные смотрите здесь есть еще возможность очень хорошими дисконтами 400 350 250 очень хорошие дисконты войти в это еще можно вполне войти более длительные десятимесячные и потом их продлять я не исключаю что может быть вот эти деревья тоже будут продлены может быть то есть я не обещаю но не исключая такой возможности что а вдруг примет совет решения что во главе с анатолия не продлить людям ведь деревьев там еще сажать не пересажать и те кто приобрели какой-то из этих пакетов будут иметь возможность на этих же условиях приобрести к осенней посадке тех самых деревьев хвойных деревьев и лиственных деревьев которые сажаются осенью приобрести пакеты вполне возможно я этого абсолютно не исключаю друзья вот и таким образом тут есть еще и другие возможности поэтому пользуйтесь этим не только сами а и передавайте людям поэтому моя информация обо мне skype вальдемар 13 стучитесь на skype я приму от вас стук в хорошем смысле слово стук вот если есть вопросы и а и переключу вас целевые проекты для меня это сигнал подключить вас к чату целевые проекты он пока еще не же не сильно живой но я завтраками вас кормлю я надеюсь что ближайшее время его пустим достаточно активно работать вот и если у вас есть вопросы можете написать вот владимир собака маслов точка е по моему мы до конца не можем пока переварить прибыль конечно рафаил прибыль вообще трудно переваривать потому что хочется больше вот прибыль будет ровно такая насколько мы заработаем и насколько мы сработаем с командой желаете считаете ли вы себя членом команды желаете или нет вы тем не менее член команды и все зависит знаете как я достаточно длительное время в жизни играл вручной мяч в 60 начиная прямо вот из техникума достаточно молодым играл я с условно говоря с 15 или 14 лет до 34 лет вручной мяч я знаю что такое командная игра и что такое вообще команда вот поэтому мы уже команда друзья и поэтому здесь все очень многое зависит от нас и переварим не волнуйтесь мы прибыль переварим заработаем ее и будем вспоминать эти дни только добрым словом поэтому я вас благодарю за внимание и желаю вам удачной недели те кто собираются в Минск и в Марину Горку готовится к этому будет классно там будет очень здорово кто еще не принял решение думайте еще есть возможности вот у нас например из Прибалтики едет там 4 автобуса людей уже туда люди просто все хотят потрогать посмотреть чиновники уже задачу поставили там будет видео сниматься они хотят обратную связь к сожалению многие не могут присутствовать но тем не менее жизнь продолжается да да Дмитрий ничего не поделаешь ну нет тогда на осень готовьтесь осенью тоже будет в октябре обязательно надежда запись будет будет я надеюсь что она есть я не случайно свое прекрасный вид выключил чтобы не сорвался наша запись запись идет всех благ вам и до скорых встреч удачи спасибо прошу прощения Алексей спасибо тебе за помощь спасибо 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 спасибо